Как мы уже рассказывали ранее, недавно депутат Государственной Думы Артем Прокофьев уделился своим уникальным опытом взаимодействия с мигрантами в Казани. Этот случай стал для него настоящим межкультурным испытанием. Все началось с замечания о неправильной парковке автомобиля, которая едва не обернулась дракой. Нарушители первоначально отделались небольшими штрафами, но после настойчивых возмущений депутата их все же арестовали. Разберем все подробности в нашем сегодняшнем выпуске. Просьба подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Итак, история развивалась следующим образом. Артем Прокофьев, прогуливаясь по Казани, заметил, что несколько мигрантов припарковали свой автомобиль прямо на перекрестке возле отдела МВД по вопросам миграции. Он подошел к ним и вежливо попросил переставить машину в соответствии с правилами. Прокофьев со своим интеллигентным видом и очками, вероятно, показался мигрантом, уязвимым ботаником. Они восприняли его как жертву и начали проявлять агрессию. Водитель и пассажиры автомобиля стали материться, дергать депутата за одежду, оскорблять его и даже попытались избить. При этом наличие сотрудников полиции в форме поблизости их ничуть не смутило. К счастью, прохожие оказались неравнодушными и вызвали патрульный экипаж. Двое из агрессивных мигрантов были задержаны, один из них оказался недавно получившим российское гражданство, второй – гражданином Армении. Обоев доставили в отдел полиции, где им выписали символические штрафы по 500 рублей за попытку нападения на депутата Госдумы. Третий участник конфликта успел скрыться. Ситуация могла бы закончиться на этом, но вмешалось руководство МВД. Вскоре был найден третий зачинщик конфликта. Двоих, которые изначально отделались штрафом, отправили под арест, а третьего поместили в Центр временного содержания иностранных граждан МВД по Республике Татарстан, откуда его выдворят с запретом на въезд в Россию. Артем Прокофьев, ранее незамеченный в критике миграционной политики, после этого случая заявил. Ну что ж, друзья, мы тут в своей же стране наблюдаем, как эти мигранты могут делать, что хотят. Они не только не знают наших законов, но еще и сознательно их не хотят знать. Ну и пытаются устанавливать свои порядки. И когда им напоминают, что в России законы нужно соблюдать, некоторые реагируют прямой агрессией. Они просто не боятся полиции. По словам депутата, в ходе конфликта мигранты прямо заявили, вызывайте кого хотите, нам ничего не будет. Прокофьев уверен, что это происходит из-за беспомощности правоохранительных органов. Вместо того, чтобы привлекать нарушителей к суду и наказывать по всей строгости закона, их часто отпускаются смехотворными штрафами. Один из мигрантов даже сумел сбежать, избежав наказания. Депутат считает, что этот случай не является единичным, а скорее отражает общую тенденцию. Артем Прокофьев пообещал приложить все усилия, чтобы усовершенствовать законодательство и положить конец безнаказанности мигрантов. Он подчеркнул необходимость особого контроля за соблюдением законов мигрантами и эффективной работы правоохранительных органов в этой сфере. Этот случай показал, что даже депутату Государственной Думы пришлось настойчиво добиваться справедливости для наказания приезжих хулиганов, которые первоначально были отпущены полицией. Что же делать обычному гражданину в подобных ситуациях? Обычный человек остается без защиты и справедливости, сталкиваясь с агрессией и безответственностью мигрантов. Прокофьев же уверен, что такая безнаказанность ведет к усилению агрессии и преступлений среди мигрантов. Поэтому он настаивает на необходимости ужесточения мер и более строгого контроля со стороны правоохранительных органов. Только таким образом можно добиться минимального порядка в нашей стране. Вот что по поводу этого замечают пользователи в социальных сетях. «У нас они тоже говорят, мы знаем всех участковых», – пишет Наталья. «Хоть бы возле Думы они начали неправильно парковаться, что ли. Может, тогда наши депутаты увидели, кого в стране пригрели и ужесточили требования к ним», – комментирует Татьяна. «Депутатам надо чаще пешком ходить по улицам и ездить на общественном транспорте», – пишет Илья. По фото сразу видно ценнейшие иностранные специалисты, без которых экономика рухнет. «Впервые аплодирую мигрантам. Теперь еще один депутат Госдумы будет резко против них», – пишет Владимир. А что насчет всего этого думаете вы, уважаемые зрители? Делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на канал, если вы этого все еще не сделали. Всем добра, всем пока! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!